всем добрый день сегодня у нас sorento бензин 24 то будем с ней делать дело в том что оторвало алюминиевые крепления от блока для крепления промвала будем снимать двигатель переворачивать ложить его горизонтально и наваривать и усиливать аргоном то есть из заново резать резьбу покажем как сделано завода вырывает не понятно по какой причине то есть может быть крепление с заводом сделаны слабые не хватает может быть идет вибрация от шруза может быть от самого вала но по факту вырвала случае уже не первый сняли двигатель то есть будем наваривать крепление промежуточного вала у нас был один заломан болт приварились болтом вытащили его также вот здесь направляющий сейчас стоит новая она кстати по номеру бьется как шпонка распредвала с двигателя d4 cb это вот хундай грандстаркс вот так же тоже она была развальцована заварились вытащили и сейчас мы поставили новую это нужно для того чтобы нам точно попасть по резьбе мы будем так вставлять вот он встал и вот теперь он совпал на шпонку то есть плотно сел потом мы будем делать отлив то есть знать сколько наваривать и где засверливаться на угловом редукторе будет меняться вот эта защитная крышка под ней сальник и здесь внутри стоит еще один пыльник от грязи вот сюда вот здесь он промежуточного вала то есть когда болтался вот так вал и он развальцевал крышку и разбился ли закроем все отверстия чтобы не попадал мусор сейчас положим его все зачистим вот эти части которые у нас здесь мы частично выломаем спилим чтобы начать сначала с самого низа то есть вот и будем уже наваривать как я и говорил а прихватываться мы будем полностью вот сюда еще площадь нашего крепления будем усиливать более обширную сделать сейчас мы будем менять два сальника переуплотнять эту крышку менять металлический пыльник защиту здесь все заменится масло шлицы сразу смотрим то есть на самом валу отличные сейчас мы своего рода даже сделаем обслуживание полного привода все мы знаем что у нас есть проблема туда попадает влага грязь вот и так как сальник здесь разбит весь вот его расколотила мы ее заменим то есть вот у нас крышечка новая как она должна выглядеть ее разбила провалом вот видите да какая ширина и углубление здесь пыльник он у нас будет стоять вот здесь внутри вот она его тоже разбила вот он весь то есть от него ничего не осталось вытащу оттуда видим до осталось колечко прям такое здесь с посадочным местом на валу все хорошо все это помоется почиститься соберется все новые сальники и дальше будет работа есть вода сальник тоже меняем у нас была обильная здесь течь непонятно откуда она сравниваем два сальник рядом то что осталось у нас все это следствие отломанного крепления от блока промежуточного вала это также герметик зачем можно было сальник сменить и так но дело в том что я говорю на всех этих угловых редукторах вот очень малое количество герметика видимо с заводом попадает здесь и они отсюда текут по валу по подшипникам тоже все хорошо масло принципе было внутри неплохое спиро химии потом очистителем все отмыли очистили так у сборки углового редуктора есть некие нюансы то есть по сборке его желательно либо поставить на что-то то есть чтобы он стоял либо я как в тиске потому что вал будет проваливаться вниз упираться нибудь давать нам собрать и когда будет опускаться давал может закусить сальник лучше вот здесь конечно бортик помазать чтобы он там не подкусил когда мы будем туда пускать в крышку сальник сальник всегда лучше чем-нибудь конечно помазать герметиком конечно нежелательно литольчик масло можете использовать все что угодно сальник у нас здесь упор есть садится забить его можно то есть до конца воспользовавшись старым сальником то есть это будет лучший вариант сальник получился здесь здесь тоже желательно крышку она немножко будет наперекосать и тоже желательно сам можно сальнички летом на валу тоже мазнуть чтобы не закусило при сборке герметик можно нанести как на крышку так и на сам корпус углового редуктора закрываем направляющего села раз убавляем на всю силу крутить его не будем теперь маленький сальник как направляющую что для пыльника крышки так и для самого сальника я использую многогранную головку на 36 и теперь крышка новая крышка получается перебрали мы все угловой редуктор готов а единственное что при установке то есть смажем здесь поставим колечко резиновый там нас лежит и помажем шлицы когда уже будем устанавливать и также главное не забыть залить масло направляшку которую нас завальцевала мы поставили новую то есть туда это нужно для того чтобы потом выставить также у нас вырвало болты оба сломала заказали вот новые оригинальные два болта в том что там был кусок болта то есть резьба опускается гораздо ниже туда нам надо будет вот здесь допустим надо будет чуть-чуть снять а здесь вот еще где-то примерно миллиметров 78 надо туда в глубже то есть сейчас надпил сделаем здесь здесь все это выломы и начнем может так сказать чистого листа буду варить будут цепляться вот к этим перемычкам дело в том что вот у этой у нее есть такая небольшая опора а у этой практически вообще нету ну тут сыраешка была чуть-чуть на маленькая а мы до самого конца то есть зацепимся вот за эту перемычку за эту вот сюда полностью даже за блок вот сюда зацепить и здесь тоже вот от самого начала и сюда то есть то есть у нас будет полная цельная площадка тепло аргона дает хорошо но не настолько сильно чтобы допустим сжечь где-то здесь герметик или там какой-то сальник у нас не сгорит поэтому варить будем на месте данные алюминий насыщен непонятным и там какими-то пузырьками с грязью газом вот и как только мы начинаем греть оттуда вылазить всякая ерунда так вот мы его греем 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 он очищается потом вот до вот такого цвета грязь вытаскивается сама необходимо просто поставить горелку нагреть и оттуда вылезет сейчас здесь вы выломали эти остатки подготовили вот тебе площадочку чтобы наша конструкция очень крепко зацепилась корпусу вот они газы оттуда выходит это как чугун вот здесь вот с краю она еще осталась то есть если погреть то все это выйдет вылезет и станет чистым как вот алюминий тут закончили мы сейчас покажу болты повторюсь новые шаг у нас 10 полтора то есть если все болты здесь используются там на 8 на 10 12 у них у всех шаг 125 то на промвал из наш шаг полтора любой болт от этой машины не подойдет вот на смотрите сейчас я вытащу а там кстати раздаточку мы все помазали то есть здесь у нас все сальнички там тоже на смазку поставили вот такая вышла площадка вот он без каких-либо проблем то вставляется то есть вот смотрим здесь направляющие все села здесь прям четко упирается если не дойдет направляющие будет них хорошо возможно последствии там какой-то вибрации от подшипника или что-то может разбить не стоит крутить пистолетом любая резьба даже заводская сорвется от пистолет собрали будет работать у нас в рекомендациях там осталось замена стерно самого вала сейчас просто по работе не осиливать человек просто он даже коллектор гофра еще отормана то есть много-много всего выскочил по раздатке здесь нюансы поэтому сейчас он пока не тянет поэтому ну вал сменить недолго то есть там прямо сбили шрус внутри сменились а если вдруг то есть у вас оборвало смотрите такая же проблема то есть приезжайте звоните к мастеру записывайтесь ну на этом закончим